А еще знаешь, что есть? Вот есть люди, которые говорят, я честный человек, я не могу обманывать. Я говорю, хорошо, я тоже. Я говорю, а что? Он говорит, ну вот рекрутер у меня спрашивает, сколько у тебя лет там в test automation. Я ему говорю, у меня нет опыта, но я могу выучить все что угодно. В 52 года? Неважно, даже в 26. Я говорю, послушай, ведь рекрутер не спросил тебя, реально он тебе работу не предлагает, у него есть позиция, он хочет послать или не послать и так далее. Все, что ты говоришь рекрутеру, посылай. Рекрутер не может судить, он просто не понимает. И ты не можешь, и никто не может. Вот только тот менеджер, который на эти 30 долларов ищет человека, знает, нужна ли ему действительно automation, то есть вообще ничего не понимает, или не нужна, он так зачем-то написал. Поэтому, разговариваешь с этим, ты ему скажешь, я, конечно. Он говорит, атомайш, а как же. Дело в том числе. Или там, я ему говорю, заполняешь форму, надайся, и там много-много разных навыков. Он говорит, вот сколько писать? Я говорю, все это пишет 10 лет. Он говорит, а почему 10? Получается, я обманываю? А они мне скажут, а что же ты пишешь 10? Я говорю, послушай, у тебя в резюме нету 10, у тебя там может вообще не быть, но ты хочешь, чтобы твой профиль вышел в поиске, чтобы они тебе позвонили. А у него еще много позиций, у него же не одна позиция, у него еще есть. И он говорит, но я не могу обманывать. Понимаете, как будто я его обманываю. Миша, Миша, здесь намного интереснее вопрос, связанный с этим обманом. Многим студентам школы, я говорю, ребята, вы с самого начала, когда пошли в школу, вы читаете, вы обманываете. Причем обманываете вы прежде всего себя. Смотрите, вы можете выбрать классический американский путь, пойти 4 года колледж и оттуда выйти и получить QA. В каком возрасте? В любом. Миша, дело сейчас не в возрасте. Вы можете пойти отучиться 4 года и получить этого QA. Вы идете в школу, образование, чтобы выйти на рынок. Вы по этому пути не хотите идти, вы выбираете, моя мысль, вы выбираете, скажем, 3-х месячный курс, который сколько-то стоит, который по уровню образования, теоретически, подходит по 4-х летний колледж. В то же самое время вы прекрасно понимаете, что за 3 месяца нельзя пройти 4 года образования. Значит, вам к тому, что вы просидели в школе 5 часов, вы еще должны 6 часов сидеть дома заниматься и вбить себе в голову, что вот это вы уже сами себя обманываете. Вы уже себя читаете и читаете, и вы читинг сосаете, когда вы берете шорткат. И если вы взяли шорткат, то уже бейтесь в этом шорткате до последнего, вы уже выбрали этот путь и идите по этому пути до конца. Я ни в коем случае не говорю, ребята, надо врать. Это не есть врать или говорить правду, это немножко более серая зона, чем белая или черная. Но просто если вы выбрали этот путь, идите по нему до конца и не пускайте сопли через 3-4 этого пути, что у вас или не получается, или, а я не могу на Дайсе врать и написать 10 лет. На кого хэ, вы пошли по этому пути? Не, не, пусть не пишут, ради бога. Но вопрос в том, что все-таки, вот очень много публикаций, и как бы это стало общим местом, что сегодня официальная система образования, это самое большое мошенничество, которое есть в стране, потому что они обещают людям, что вот они там 4 года они проучатся, туда-сюда им все дороги откроются. Масса народу, слушай, среди иммигрантов, масса народу, людям за 30, иногда им за 40, и он думает, что он сейчас, там 41 он приехал, к 45-6, он закончит этот колледж, и у него начнется карьера какая-то, я не знаю, но это же кидалово и разводилово. Это не кидалово, это правда. Им обещают, им говорят, образование, американское образование, оно откроет тебе все дороги. Дело в том, что пару десятков американских университетов реально дают серьезное образование и серьезно открывают дороги, но только пару десятков из нескольких тысяч. Я даже не думаю, что найдется пару десятков таких. Не, ну есть. Даже калифорнийские, скажем, даже UC-школы, несколько UC-школ довольно сильные, которые... Но поинт заключается не в этом. Прелесть, то, что вся система образования в Америке брокен, начиная со школы, это и так понятно, даже не стоит об этом говорить. Тут есть тонкость одна. Значит, сейчас тоже уже стало достаточно общим местом, что я неоднократно уже видел публикацию на эту тему за последние годы 3-4. Они пишут, что сегодня выпускник ремеслухи, ну, в широком смысле, как наша, допустим, зарабатывает больше денег, чем выпускник университета, который получает общее образование какое-то, а в ремеслухе его научили конкретному навыку. Поэтому у нас сейчас такой взрыв этих буткемпов. Потому что буткемп не учит тебя 4 года компьютер-сайенс. Можно сказать, что ты читаешь на этом. Фокусировка, да. Фокусировка на чем-то. Но дело в том, что им говорят, общее образование без конкретики тебе даст, откроет тебе дверь, оно не откроет тебе двери никуда. Это правда. Поэтому он, когда к нам идет, он не читит, а он понимает, что путь вот через там City College, путь через вот это вот все, он никуда. Ты время потерял 4 года, да, он у нас 4,5 тысячи заплатил, а сколько ты денег потратишь в виде не заработав, пока ты будешь... Недополученные прибыли и 4 года потерянных неработающих, и заплатишь те же деньги в колледже. Какие же деньги? Больше. Ну и не такие, нам надо бы больше. Ужас. Я просто чему говорю, они не то, что они сразу читят, но я даже не скажу, я даже не скажу, что они в основном мало занимаются, они действительно очень много занимаются. Может быть, так много материала, и трудно, понимаешь, они боятся вот это не схватить, это не шватить. Миш, 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 много материала, да, вот много материала я не успеваю, у меня двое детей, мне надо им кашу сварить, накормить, потом муж придет с работы, это все извинения. А, окей. Это все извинения, то есть в большинстве своем, ну такова человеческая психология, да, если тебе очень трудно преодолеть какой-то барьер, ты находишь внутри себя оправдание, почему ты не находишь силы его преодолеть? В любом случае, если я нахожу, я смотрю на них, я думаю, может они недорабатывают, я думаю, нет, они обрубают, совершенно. Миш, Миш, я тебя умоляю, когда я работал на двух работах, фуллтайм здесь, большая редкость, одна работа фуллтайм FT, вторая работа FT, я работал 80 часов в неделю, у меня была семья, у меня была жена, мы купили дом, надо было заниматься. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я хороший гений, пойм заключается в другом, что если вы хотите что-то сделать, вы реально хотите, то вы будете искать не извинения, отказаться даже от трудно поставленной задачи, а вы будете находить инструменты для ее решения. Когда эта школа началась, значит, я работал хороших часов 80 в неделю, то есть я был инженером фуллтайм, к счастью, там не было сверхурочных, я так, 40 часов в неделю, но у меня была еще школа, и я один все это делал. В смысле, я все занятия вел, все резюме писал, там и так далее, и у меня выходило хорошо за 80 часов в неделю, и у меня была жена и ребенок, и с первого дня этой школы, мне жена говорила, тебе не нужна никакая школа, это все лишнее, и так далее, и вот я эту школу тащил, и все это было не при том, что жена говорит, ну давай я тебе помогу, а жена говорила, зачем тебе надо, с чем ты связался, с кем ты связался, а что нам было плохо, у нас все есть, там, сюда, сюда, и она потом оценила, это пришло со временем. Но она, увидев, что меня остановить нельзя, она уже смирилась просто. Она поняла, что лучше не останавливать, а помогать. Ну, во всяком случае, она в ужасе была, она с меня подписку проложила, когда мы сюда приехали только, еще не было школы никакой, она с меня подписку проложила, что никаких школ тут не будет. Она говорит, Миша, мы не должны, ты не должен, у меня в СССР было, там я этим занимался, и она говорит, ну только вот без этого, без ничего. Вот, а потом все сорвало крышу и поехало, но, но, я хочу сказать, что если бы я там, может, еще годик бы в таком режиме прожил, я и так диабет на этом получил, но от стресса, но, но, я хочу сказать, надо здоровье тоже поберечь, но ты не прорвешься, если ты не идешь на прорыв. Боженька, спасибо, что взял деньгами. Да, могло быть хуже. Боженька, спасибо, что взял деньгами, правда? Поэтому, опять, мы отходим все время в сторону, потому что мы на такие глобальные темы говорим, да, что, значит, возвращаясь к начальному поинту, если тебе 52 года... И языка нет. Ну, слушай, если я хочу сказать, что я профессионал-ремонтник двигателей, а я не знаю не только английского, но я не знаю, как двигатель устроен, то мне, наверное, будет тяжело найти работу механиком по ремонту двигателей. Этический вопрос. Я постоянно, значит, нахожусь в каких-то дилеммах этического свойства. Вот человек, 52 года, по-английски не фонтан, ну, то есть совсем, как бы, и я понимаю, что это уже проблемный человек. Дело не в том, что, там, за те же деньги, что остальных, там, я получаю себе проблему, но дело в том, что, я говорю, ты знаешь, тебе не надо, ты приезжай, ты обустройся, там, поработай тут, поработай там, пройди какую-то социализацию, начни, как бы, обеспечить, выйди на уровень самообеспечения, можешь учиться вечером, там, туда-сюда, ну, и, блин. Ты не клади все свои яйца, вот, в эту корзину, чтобы у всех не получится, и все. А он же, знаешь, что, он же сжигает сбережения, он там продал квартиру, он приезжает, каждый месяц у него, там, минус, там, 4 тысячи, там, я не знаю, 5 тысяч, сколько, он сжигает это, к чертой матери, и я, как бы, получается, чувствуешь себя. Ну, да. И, подожди, подожди, но вопрос в чем? А почему нельзя? Может быть, я, видя это дело, потому что, знаешь, что, чувак? Ну, опять, нет. Дело в том, что в вашей вот ситуации, я не могу сказать, что правильно, что нет, у каждого есть свои критерии, свои точки зрения, правда? Да. Оценки и бизнеса, и работы в бизнесе. Вот я бы на вашем месте, вот в вашей ситуации, да, я бы, наверное, Хайли рекомендует этого не делать, но в то же время сказать жестко нет, неправильно. Лишить человека шанса нечестно, но правильно обрисовать все риски и сет правильные expectations, я считаю, надо. Приехал тут один, значит, я вот здесь был. Откуда он? Из Узбекистана. Что само по себе не имеет. Какая разница? Откуда? Да, ну, я, чтобы не сказал никто. Значит, и он, у нас есть вступительный тест, он его два раза брал, этот вступительный тест. Почему два? Существенно, потому что он уже знал, что, и второй раз из десяти пойнтов он набрал два. Мы принимаем с девятью. Это простенький тест, то есть это человек, который не может выполнить уверенно операции, типа copy, paste, сохранить файл там где-то, ну, такого плана, уровень такой. И мы ему говорим, у тебя ничего не получится, ты лучше к нам не ходи. Он говорит, нет, я хочу. Мы говорим, ну, хорошо, тогда мы уже, как американское заведение, мы говорим, ну, тогда вот тут вот, вот тебе этот waiver, как бы, подпиши, да, освобождение нас от ответствия, что ты берешь на себя, потому что мы тебе говорим не надо. Это вполне разумно. Ну, да, ну, да. Не, ну, это и честно, Миша, это честно. Это честно. Дальше, что происходит? Он, он сейчас написал там где-то на гугле, что где-то, он там написал, что плохая школа, что внимания нет со стороны педагогов, что ему сертификат выдали неправильного образца. Что, Миша, это опять возвращается к тому, что в своих проблемах. Он нам написал, что мы там, типа, да, что он зря потратил тут деньги и время. Это опять возвращает к глобальному вопросу, что в большинстве случаев, когда у людей какие-то вот проблемы неправильные, результаты неправильно принятых решений и так далее, там и подобное, люди всегда ищут виноватых в своих проблемах в других. Люди никогда не смотрят в себя и в большинстве случаев, в большинстве случаев, когда у людей проблемы, они не смотрят в себя и не смотрят почему, они всегда обвиняют кого-то. Всегда. Это такова человеческая психология, это человеческая натура. То есть, получается так, подписал бумажку, все на нем, и не думает. Нет. Значит, Миш, не так. Если человек, несмотря на то, что, скажем, школа highly recommend ему не идти, потому что ему будет тяжело, у него плохой английский, он не может в компьютере сделать copy-paste, да, а вся его жизнь будет связана с компьютером. Если после этого, даже независимо от подписания, значит, дисклоужера, да, и вейвера бумажек, он идет, если он хочет пробиться, и у него маленький гифт есть, да, он пробьется. Конечно, им надо помогать. А в таком случае, в таком случае, он подписывает с этим бумажком. Конечно, им надо помогать. А потом очень успешно все. Вот, конечно, им надо помогать. Но дело в том, что, когда у людей становится неудача, да, причем ты ему говорил, там, год назад или три месяца назад, слушай, вот тебе не надо туда идти, там плохо, как в анекдоте, ты туда не ходи, там тебя раздену, да, люди идут, их там раздевают, да, и они потом обвиняют тебя в том, что ты ему не сказал. Мысль на эту тему хорошая, что все хорошее от Бога, а все плохое люди себе сами создают и придумывают. За каким-то исключением, как, например, кенцер, заболевание, да, рак, простите, заболевание раком, ведь так оно в жизни и есть. Там, когда человек может проанализировать проблему, посмотреть в себя и понять, что проблема исходит из него, то ему, во-первых, это помогает уйти от этой проблемы и ее вылечить, и, во-вторых, он никогда никого не обвиняет. Никакой процент людей, если не брать вот выпускников, там, скажем, университетов, а просто вот есть страна, скажем, Российская Федерация, там 140 миллионов населения, там сколько? Уже? Не, я по сей день рации, по-моему, выросла. Я помню 130, значит, иммиграция пошла, не иммиграция, а не играция. Не, не, ну 140, ну как же. Да, ну я давно не следил за этим. Там человек, там, включать, не включать, там, Крым, там 2 миллиона, но, во-вторых, сейчас где-то 140-142 миллиона. Ух, простой. Да, так вот эти вот люди, значит, допустим, взять взрослых, ну, допустим, останется 100 миллионов, вот из 100 миллионов взрослых, сколько в состоянии, например, проанализировать, сказать, это мое, это не мое, вообще проанализировать. Миш, за Россию я сказать не могу, Муровер я не могу сказать и за Америку тоже, потому что много обычных системных процессов в жизни человека, которые происходят в Америке, я с ними и со многими не согласен. С точки зрения, что, ну, наверное, довольно трудно свою мысль объяснить, была книжка «Rich dead, poor dead». Помните, она даже на русском языке была? Да, богатый и бедный папа, богатый папа и бедный папа, да? Да, когда в большинстве своем мы себе сами создаем такую жизнь, когда мы мышка, которая бежит в этом колесе, правда? Непрерывное движение, колесос крутится с большой силой, да, и мы все время бизии, но при этом движения вперед нет. Ред, как-то, да. Мысль заключается в том, что большинство схем традиционных движений в этой стране, развития в этой стране, включая образование. Ред рейс, да? Да, Ред рейс. Красивый бега. Красивый бега, точно. Я с ними тоже не согласен. У нас ведь традиционно принято, да, что вот если ты пойдешь еще в хороший университет, ну мы говорим сейчас о молодежи, не 52-летнем без языка, то в хороший университет с хорошим именем, то ты этим себе гарантируешь будущее. То есть работа там, сексесс. Гарантируешь, но ты существенно улучшаешься. Да, в разумном смысле. Ведь на самом деле вот эта отработанная схема, это ведь и есть мышка в этом колесе бежит. Ведь есть же огромное количество схем, когда 52-летние, я знаю много таких примеров, с плохим английским становятся очень сексессфул в этой стране и реально получают оргазм от своей работы. И это не обязательно должно быть QE. Я знаю, у нас здесь есть, ну ему не 52, ему сейчас, наверное, лет 50, мужик, который мне раскодировал наш Астон Мартин. То есть он лимитирован, у него максимальная скорость 220 миль в час. На спидометре он едет 220 миль в час. Это лимитед. То есть у него софтвер, ну не только софтвер, там и хардвер, и фермвер, который лимитирован. Он залез, он его распечатал и снял мне лимитер. Вот этот дядька с очень плохим английским. Теперь сколько ездит? Не могу я проверить, мне надо на трак, а чтобы на трак надо тормоза сделать новые, надо колеса поменять, потому что убиться можно. Но поинт заключается в другом. Вот этот мужик занимается one of a kind, то есть уникальными ремонтами таких машин, вот как он Ламборгини делает, Астон Мартин. Но он уже уникальный специалист. Вот, причем он, приехав сюда, он был инженер-электромеханик, электромеханик такой есть? Да. То есть там и механика была, и электричество было. Да, конечно, конечно. И у него плохой английский. И он пошел работать, идти же работать надо, семью кормить. И он пошел к русскому... Ключевое, это то, что он инженер. Да. Остальное он подхватил? Это не ключевое, ключевое то, что он ворьер. Ворьер? Да, и он пошел в русский шоп, да, где русский хозяин, русские механики работали. И он с ними там начал работать. И он тоже думал, и я с ним еще много лет назад говорю, он говорит, вот я может в QA там. А я ему всегда говорил, что, слушай, зачем тебе QA? Не, вы рот не закрываете, а то я там... Зачем я говорю тебе в QA, когда ты на том, что ты делаешь, ты можешь быть очень successful, и зарабатывать неплохие деньги, и главное любить свою работу. И вот сегодня он так делает, у него свой шоп, он работает один. Он берет там одну машину в неделю, у него очередь стоит людей, он единственный, кто здесь устанавливает, на Ламборгини устанавливает суперчарджер. Потому что поставить на Ламборгини суперчарджер, за три секунды ты можешь спалить движок. И взять на себя лабилити за 100-тысячный двигатель никто не хочет. Поэтому он занимается усовершенствованием Ламборгини, Феррари и так далее, и тому подобное. И в том числе вот он раскодировал Астон. Мысль, поинт заключается в том, что не обязательно идти в QA. QA в очень многих случаях помогает прийти к сексессу. Когда человек не знает, чем заняться, чем приложиться к экономике. Но если человек не может сделать копий-пейст, и при этом плохой английский, и при этом ему еще и 52, может быть QA не самый лучший выбор. Вот это, наверное, мой поинт. То есть какие-то основополагающие, залежи, не залежи, а начальные вот эти поинты, для того, чтобы пойти в эту специальность, должны быть. А не новые какие-то. Вот, блин, ну конечно, основополагающие, это не обязательно возраст, это не обязательно язык. Но ты, чтобы создать критическую массу, в нее входит много инпутов. И если у тебя большинства инпутов для формирования критической массы в QA нет, то, может быть, это не совсем правильный филд. И опять я повторяюсь, ни возраст, ни отсутствие языка не являются наиболее серьезными инпутами в критическую массу. Ну понятно, что с языком я хочу быть молодым, да? Лучше быть молодым и здоровым, чем бедным и как-то старым и больным. Правда? У Салтыкова Щедрина, ну он такой сатирический, значит, вот там был такой момент, значит, что чиновники вот этому сказали, они задумались на этой мысли, что лучше быть, чем лучше быть старым воробьем или молодым да орлом. Знаешь, они задумались, потому что вот воробей, он как бы смарт, понимаешь? А орел, он старый, да воробей. Ну, опять-таки, переходим, меняем тему. Меняем. Вот тема такая, значит, нужно ли человеку эмигрировать? И если, как бы мы говорим, вот кому-то это было бы хорошо, вот кому было бы хорошо уехать из Украины, России, скажем, в Соединенные Штаты, не по принципу того, что он там мало зарабатывает, а здесь его больше заплатят. Я не про материальную часть говорю, хотя мы знаем, что без денег то, что одна из главных причин стресса, это нехватка денег. Ну, в России такой же стресс, если нехватка денег, но еще в худшей степени. Конечно, конечно, я просто к чему говорю. Есть люди, которые, исторические эмиграции в США, например, львиная доля, она не была политической, она была именно такой экономической основе. И сейчас тоже вот все эти люди через границу идут просто экономически. Но все-таки для того, чтобы себя чувствовать хорошо в США, вот за пределами, там, сколько ты заработал. Вот что это должны быть за люди, которым здесь будет хорошо? Этого никто не может знать, и я в том числе. Но у меня есть примеры очень successful, не successful. Значит, прежде всего, любая эмиграция, в принципе, это серьезнейший шаг в жизни. Это стресс на какое-то длительное время, на годы, правда? И это не только связано с языком, с другим. Это не только связано с финансовой стороной. Финансово как раз наиболее легкая сторона, которая легко фикс. Ну, не легко, это doable, скажем так. Достаточно. Совершенно другая культура жизни. Совершенно другая психология жизни, которые реально создают стресс. Никак не связаны с финансовой стороной. Поэтому сам по себе, вот с моей точки зрения, таск эмиграции, это уже подвиг. Вот, и я считаю, что... Ради чего? Ради чего человеку стоит на себя такое взваливать? Миша, ну если я сравню Америку с Россией, моя точка зрения будет очень индивидуальной. Ради свободы, правда? Мне сейчас скажут, Россия тоже свободная страна, в ней нет критики слова, да, вот этого всего. Мы же все знаем, что все это буллщит, но мне ни в коем случае не хочется говорить плохого о России, рекламировать Америку. Другая свобода. Там не свобода, там вольность. Вольность, это воля. Это очень сильно отличается от свободы. Но я не хочу рекламировать Америку и ни в коем случае не хочу критиковать Россию. Упаси меня, Господь. Ну да. Мой полный... Ну если человек, вот... Ведь, смотрите, я ведь видел много эмиграций с Финляндии, с Израилем, с Англией, сюда. Ну ладно, Израиль не будем совсем трогать, но из благополучных стран и там, где у людей и свободы есть, и возможности, и какие-то финансовые основы есть, они тем не менее приезжают в Америку. Почему-то 98% всех художников мира находится в Америке, на том побережье. Да. Но бой заключается в том, что разные люди по разным причинам едут. И опять-таки, с моей точки зрения, это реально практически героический поступок, потому что преодолеть весь этот стресс и получить новый сексес, при том, что во многих случаях, когда вы едете, вы тащите с собой семью и детей, и вы берете на себя ответственность за них. Как хорошо, что я ничего этого не знал и не думал. Просто ехал и все. Вот. То же самое было со мной. С большинством из них. Но опять, мой поинт заключается в том, что, значит, по поводу тому, кому хорошо, кому плохо, кому стоит ехать, кому не стоит, да? Да. У меня есть... Я знаю человека, скажем так. Это будет самое правильное. И человека этого... Я знаю человека, который живет здесь больше 30 лет. Так. Значит, он финансово очень сексесовый. Значит, за 30 лет жизни здесь он не сказал ни одного хорошего слова об Америке. Он ее ненавидит. Он ее критикует. Ну, а брат не хочет? Или там... Я его 30 лет спрашиваю. Слушай, если ты так обсираешь эту страну и так ее ненавидишь, какого хера ты здесь сидишь? Дуя брошу. Да. Это дуя был... Да, конечно. Ни за что на свете он не поедет. Мой поинт заключается в том, что вот для меня он глубоко несчастный человек. Не нашел добыт своего. Он... Он не нашел мира самого в себе. И, может быть, эта страна и не для него. Я не знаю, может, и Россия не для него. Но если ты живешь в стране много лет, и опять, независимо, как ты финансово сексесфул, если ты ее все время критикуешь, тебе плохо внутри, ты не находишься в мире с собой, нечего тебе здесь делать. Самое главное, найти то место или тот environment, в котором ты будешь в мире с собой. Вот я так, приехав сюда, да, перестал быть интуиционером в один день. То есть я здесь сразу стал в мире быть собой. И поэтому, будет ли у этого парня мир, да, внутри, если он сюда приедет, или у этой девчонки, или у этой пары, этого никто не знает. Но к чему надо готовиться? Если, конечно, не наворовали миллионов, да, и сюда не едете, надо готовиться к определенному стрессу, надо готовиться к определенным трудностям. Правда? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!